Ребята, всем привет! Мы в Владивостоке. Но первым делом, к сожалению, в ноль закрыт, поэтому в муски все. Я всю ноль думала только о том, что я хочу картошку фри и что-нибудь такое фрезное. Поэтому 9 утра, я здесь. Я час пролежала, прорешала Судоку так хорошо. Прекрасное начало путешествия во Владивосток. Я прям очень-очень довольна. Посмотрите, что я нашла в Паштеле. Классный корнер, где куча всяких ресторанов. И там внутри еще проходишь, там еще 20 миллионов ресторанчиков. Я объелась Паштеле, я просто состою из Паштеля теперь. Но мне было так вкусно. И кроме того, что нежданно-негаданно здесь жара такая, потому что передавали дождик каждый день. Поскольку погода замечательная, нужно воспользоваться. К маякам пойдем, к мысам пойдем. Для всех, кто любит поесть, побыть в городе. Для всех, кто любит погулять и побыть вне города. Все найдут для себя что-то интересное в этом влоге. Это же дальневосточный Адлер. Часто люди плавают. Просто рестораны. Я такая, а, все нормально, ладно. Слушайте, это один в один Адлер. Если вдруг для вас очевидно, что здесь загорают и купаются, знаете, я не гуглю все еще свои путешествия перед тем, как я приеду в какой-то город. И впервые меня не спрашивали, Аня, почему ты едешь в Малай-Восток? Ой, ребята, сразу снимаю отель. Какая красотища. О, вот это вот, конечно, прелесть. Не забывайте, могла бы быть реклама, но нет. Кэшбэк от Мира. Я вот использовала на этот и на тот отель, 4,5 тысячи сэкономила. Я решила время не терять, потому что вдруг завтра будет плохая погода, и сразу отправиться на маяк. Вам нужно на автобусе 59, 60, 62 или 81 добраться до остановки Маяк Конечный. Дальше выйти и идти 2 километра пешком в сторону заправки, новостроек. А дальше пока не знаю. Дальше чуть более странно, потому что ты идешь прям по дороге. Настроение Азия, настроение Вьетнам, настроение не существует пешеходных зон, настроение автомобиль. Слушайте, такой другой отдых получается. Вообще не городской. Ой, я даже не ожидала. Я думала, нужно 52 испытания пройти, чтобы сюда добраться. Что это очень сложно, что я испугаюсь. Но нет. Испытываем легкий риск, потому что там еще большие скороли. На самом деле здесь к маяку не всегда можно подобраться, потому что очень часто эта тропинка залита водой, и по колену в воде приходится идти водой ниже. Так что мне сегодня вообще повезло. Проход открылся. Оооо! Йоо! 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 Пойдем посмотрим, там акула. Акулу пойдем смотреть. Может, будет какое-то место в России с маяком такое, прям, которое не похоже. И не знаю, для меня, как человек, живущий далеко от моря, для меня это очень непривычно. Для меня маяк это всегда что-то такое заграничное. Я видела в Доминикане, в Португалии, в Испании. Но вот типа в России у нас тоже есть маяк по морю с туристами. Чей место очень классное. Не важно, много там народу, мало там народу. Думаешь, свои мысли прекрасные. И все. Если вы на машине, вообще все, чики-пуки. Вы прям доезжаете до парковки у маяка. И здесь сразу же, вот, кстати, вот эта парковка. Можно, кстати, от остановки сюда такси вызвать. Там 100 рублей буквально стоит, чтобы пешком вот так не идти по холмам, как я шла. И вот-вот-вот вы уже сразу же будете здесь. Так, ребят, шок-контент. Теперь все ясно, откуда пошло название. Кто-то сгонял сюда и вдохновился. Так, всем доброй ночи. Вообще, времени час ночи, на самом деле. И я первый раз в путешествии вышла так поздно, потому что я живу в самом центре. И у меня были уроки. И я еще спала. Пришла домой, поспала 2 часа, провела 2 урока. И то, что мне хочется, это чуть-чуть буквально пройтись. Потому что самый центр, ну, буквально чуть-чуть, полчасика. Посмотрим, что да как, чем ночью город живет. Так красиво здесь у меня. Времени час 32. Я доела пиццу. Самое время поесть. Как хорошо. Я так люблю себя и свою работу. Какая умница просто. Какая молодец. До чего здесь красиво, во-первых. Во-вторых, до чего приятный ресторан миллионками. Я первый раз в жизни, мне кажется, девочки-администраторы так хостес встречали, так улыбаясь, как будто, я не знаю, мне мама так встречается, с такой улыбкой душевной. Прелесть. Я иду работать, короче. У меня один урок сейчас. Так, ребята, добрейшее утречко. Я решила без макияжа, без всего, выйти прогуляться по морю. А вот сегодня как раз-таки показывала 15 градусов пасмурно. И, видимо, как ушло солнце, тут действительно стало 15 градусов. Очень красивый город даже в такую погоду. Ты чувствуешь какую-то зла, стихию, что ли, не знаю, больше моря ощущаешь. Оно такое, знаете, как из сериала Big Little Lives. Большая маленькая ложь. Там всё в таком цвете было. Погодка у нас дождливая стала, но мне так хорошо, меня так нагрело за два дня. Поэтому такой свежий, приятный воздух. Что я заметила про Дальний Восток? Факт. Очень много бомжей. В Хабаровске и здесь тоже. Прямо очень много бомжей. Я не знаю, с чем это связано, но прям в центре очень много бомжей. Это что? Сан-Франциско? Всё равно Владивосток мне прям, ну, очень нравится. Очень классный город. Рандомная тема для обсуждения в парке по поводу сферы услуг. Сейчас будет. Я просто только человек. Если мне как-то странно отвечают, знаете, менеджеры, когда ты куда-то записываешь с администраторы, если там кто-то не узнулся, особенно когда пишут без смайликов или пишут какую-то скобочку странную, я такая, если мне как бы недостаточно этого любви и уважения показывают, когда я записываюсь, то я вообще не записываюсь. Как вы реагируете? Расскажите. Мне очень интересненько. Покоревский маяк тебя переносит в Португалию, мыска Бизина тебя переносит в Таиланд. Улица Светланская отправляет тебя в Санкт-Петербург. Город, который тебе показывает просто увлекательное путешествие по всему миру. Это очень круто, мне нравится. Моё почтение этому ресторанчику, очень дешево и вкусненько. Я взяла пока камеру, у меня вспомнилась песня. Эй, гайз, у меня всё в Найс. Я сходила на массаж, сейчас 2 часа дня, я иду завтракать. Пекарня Густа, которая находится на Океанской, там завтраки целый день дают. Кстати, у меня рекорд пребывания в русском городе одной, столько, что я целых 5 ночей в Волгограде. В Волгограде, здравствуйте, мы во Владивостоке. Лучший маркетинг мира, сделали себя в Sims, и то, как выглядит бар, тоже в Sims. 5 баллов. После этого я пошла в икру, я нашла, я всё думала, я была в икре в Хабаровске, и я всё думала об одной футболке, которую там увидела и не померила, и здесь она была, и я её купила. А ещё я купила себе другую футболку, тоже очень классную, короче, только приятное местечко. Дальше, следующий лот нашего увлекательного путешествия. Я сделала себе татуировочку. Теперь у меня их 4, лаки номер 4. Мы отправляемся на Крапельную набережную, к мосту. Здесь так красиво, какой-то сквер, боже, что за посидон. Роскуш посидона какая-то. Я сейчас разговаривала с мамой, и я ей сказала такую фразу, и это действительно так. Мне Владивосток очень напомнил, вернее, эмоции, которые я испытываю от посещения Владивостока. Мне так сильно напомнило то, что я испытала, когда первый раз приехала в Питер. Вот этот восторг, это абсолютно наплевать, какая погода на улице, потому что ты настолько наслаждаешься ей любой погодой. И, короче, это так классно. Я в таком восторге просто... Ленин и меня Дальний Восток произвёл. Ну, соответственно, настолько, что я сделала даже себе татуировку. Вот, так что я прям восторг на восторге. Вопрос. Вопрос. Это Драквин, Надежда Кадышева, или реально у женщины такой макияж? Владивосток. Можешь взять золотую медальку за первенство в моём списке русских городов. Дальний Восток всё-таки Азию нужно было попробовать. И вот я здесь. Корветочки, лимонад, помыточки. Спасибо. Спасибо. Для более насыщенного вкуса тщательно помешать. Спасибо. Я здесь сольный концерт в Олимпийском. Уже утро наступило. Я вчера поработала, как обычно. Вчера начался какой-то сильный ливень вечером, поэтому я уж никуда не пошла прогуляться перед сном. Вот. Сейчас мы пойдём пешочком с вами по Океанскому проспекту до шоурума. Он находится в самом конце Океанского проспекта, то есть опять весь центр. Пройдём. Я хочу просто посмотреть платьишки. Мой чемодан, говорит мне, Аня, остановись. А так, кто любит устроивать сольные концерты в Олимпийском, особенно под песни 2007 года, ставьте лайк. Вы на нужном канале. Ты такой красивый, прям в Санкт-Петербург. Завтра я уже уезжаю. У меня самолёт в час дня, то есть я в 9 где-то выйду отсюда. У меня в 9 аэроэкспресс, кстати, да, в аэропорт. В Владивосток охотит аэроэкспресс. Я не знала. Я ходила же в этот ресторан в Супру. И там вообще просто великолепное обслуживание. Всё, по еде. Мне не понравился шашлык. Но, как было здорово, я его почти не съела. И я подходила к официанту, я говорю, слушайте, я говорю, это он у вас такой... Я люблю просто свиной шашлык, чтобы он был прям сухой. И я спрашиваю к официанту, у вас этот шашлык, он сырой или он настолько сочный? Мне говорят, нет, это он у нас такой сочный. Как вам претензий нет, если это он такой сочный? Просто я его есть не буду, вы можете у меня забрать. Ну, то есть, в принципе, я была готова это оплатить, потому что, ну, если мне не зашло, ну, по рецептуре всё правильно, ну, типа, my fault. И мне этот молодой человек, официант такой говорит, да нет, мы вам из счёта уберём его, я такая. Спасибо за обслуживание. Понятно теперь, почему у них такое огромное количество отзывов, и они супер внимательно ко всем относятся. Вообще сфера услуга очень круто развита. вот в Дальдарьевостоке, по крайней мере, вот в Хабаровске, во Владивостоке. Я вчера зашла купить этот десерт себе на вечер в номер в кофейню, и у меня парень, Бористо, увидел татуровку, такой, ой, вам миги-татушку сделали, как красиво её, так, да, вот, то есть, ну, вершки, обидно, что свежее, потому что заклеено. И, короче, это было супер мило. И вот такие моментики очень много, постоянно. Доброе утречко! Времени почти восемь утра. Тут финальная стадия сборов. Вот, почти всё собрала. Провожает город солнечным, прекраснейшим чем-то. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok